Да, мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Нелли и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел Нелли. Сила моего намерения притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Скэнер сканирует все 7 тонких тел. Канал у нее один. Дракон у нее. Так. Дракон. Какой? Красный. Жгет он ее. Сейчас? Да. Отлично. Даст ее печать дракона, включаю на полную мощность. Один, два, три. Готово он как... Отлично. Дракон получает удар 150 тысяч герц. Удар. Один, два, три. Удар. Скулит. Уменьшает дракона в два раза. Один, два, три. Да, будет так. Не нравится ему это. Открывается перед его клеткой портал в галактическое ядро. Один, два, три. Он видит четко, ясно галактическое ядро. Подходит, пятится. Закрываю. Закрываю портал в галактическое ядро. Один, два, три. Так. Он на индюка сейчас похож, маленький. Снимаются все маски и голограммы. Индюк предстает. Индюк предстает в первом здании видеть. Или что там стоит? Ну, он дракон, но он на индюка стал похож, когда уменьшился. А, уменьшенный, да? А, ну понятно. Хорошо, индюк. Буду его так называть. Но он действительно индюк, потому что ума вообще никакого нет. Ты куда зашел? Я к тебе обращаюсь, дракон. Ты куда зашел? К человеку, который объявил, прочитал манифест и заявил о своих правах? Ты нарушил законы мироздания? И тебе плевать на них? Ты мне это скажи. Я тебе сейчас объясню, что это далеко не так. На каком основании ты зашел в ее биополе? Я тебя последний раз спрашиваю. После этого я сейчас открою этот портал. Он говорит, что она мне открыла портал. Ты обманом вошел. Через видео. Какое видео? Что значит, она открыла тебе портал? Что ты мне сейчас врешь? Он прыгает. Удар 150 тысяч герц. Пока перестанет прыгнуть. Все скажу, все скажу. Не, меня уже не интересует. Я тебе давал шанс сказать. Сейчас меня это уже не интересует, дракон. Я спрашиваю Нелли. Нелли, что вы желаете с этим драконом сделать за то, что он вошел в ваше биополе? Это ваше право. Вы знаете, сколько он вам боли придал. Дал. Она правда как согнутая от боли, но она говорит, что я не хочу стать убийцей. Пусть он больше не приходит ко мне. А он не поймет, Нелли. Он не поймет. Этот дракон не поймет. Он уже зашел вторично в это биополе. Ты уже здесь был дракон? Нет, он кричит, что он первый раз. И он даст слово дракону. Вопрос, поверю ли я этому слову? Я не опану. Нелли говорит, что отпусти его на первый раз. Хорошо. Дракон, ты слышишь, как тебе сегодня повезло? Крупно. Но она не сказала, в каком виде тебя отпускать. Уметь. А что ты дашь за это? Что ты дашь? Что ты можешь дать? Ничего я тебя пока возвращать не буду. Я даю команду. И сейчас на счет три. Из биополя Нелли начинает выходить. Все подключки, все импланты, все чипы, датчики. Выходит вся негативная энергия. Нелли включает белый свет изнутри. Как видите, оно начинает наматываться нити. Нелли выдавливает все частицы из себя. Все наматывается в шар. Из нее как плата вышла какая-то. Вот и плата вышла отлично. Ой, дракон, сейчас ты у меня получишь. Сейчас я в тебя эту плату установлю. Готов. Хорошо. Так. Открываю портал галактической ядро и произвожу сбросы. Этого всего мусора. Один, два, три, значит, три. Закрываю, печатаю, растворяю. Готов. Хорошо. Подходим к этому дракону. Дракоша. Ну что? Мне твоя помощь в принципе не нужна. Я все сам убрал. Убеди меня, что ты не придешь в это тело. Не хочу я тебя видеть, я не приду. Ну вот это мне нравится. Вот это мне больше похоже уже на правду. Хорошо. Возвращаю дракону его первозданные размеры. Один, два, три. Готово. Дракон, ты понял свой урок? Буду бежать от нее. Абсолютно верно. Открывается наверху портал на частоте дракона. Один, два, три. И он уходит безболезненно на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. И давай, Верочка, теперь заправим Нелли энергиями. Посмотри, сколько энергии нужно ей. Пять, девяносто. Четыреста пятьдесят. И какая частота вибрация? Тридцать. Отлично. И на счет три в макушку головы Нелли начинает входить семь. Высоковибрационных потоков по четыреста пятьдесят процентов каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Чистота и вибрации поднимается до числового значения тридцать герц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. И для освоения энергии возвращаем тонкую копию Нелли в систему Биоробот Душа. Подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга к каждому органу. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Да, я здесь. Хорошо. У нас квартира осталась. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти квартиру с 45-го года. И на счет три ты оказываешься перед входной дверью. Один, два, три. Да, я здесь. Хорошо. Поднимись над квартирой и просканируй ручным скэнером. И посмотри, пожалуйста, где ярко-красным загораются места интерференции. Один, два, три. Квартира защищена у нее. Единственное, я вижу красное пятно где-то в зале. Отлично. Хорошо. Давай тогда сделаем следующее. Мы все равно проверим. И сейчас на счет три устанавливается. Лазерная клетка-тюрьма притягивает в себя всех интерферентов, все подключки, все конструкции, все порталы, движущиеся, недвижущиеся. Все, что в этой квартире негативное находится, притягивается в эту клетку. Один, два, три. И устанавливается в большой комнате. Я не помню, что это. Вот в клетке вот это красное, оно как живое пятно такое. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Что это? Не знаю, как сгусток какой-то красный. И я даю команду, и значит три, выстраивается канал от этого красного сгустка к ответственному. Один, два, три. И ответственный притягивается в эту клетку и становится ее заложником. Один, два, три. Да, будет так. Атаки есть. Ты знаешь, это какая-то боль ее. Боль? Боль и переживание. Она наросла вот в такой красный комок. Так это ее лично? Ну, да. А чужеродная у нас, что в этой квартире находится? Мы ее защищали. Защита стоит. То есть ничего чужого в клетке нет, да? Я не вижу ничего. Кроме вот этой ее боли растущей. Она пульсирует все. А можно считать и причину этой боли? Одна из них дракон. Хорошо, дракона сейчас нет. А еще что? Там есть что-то от нее, что она добавляет в эту боль? Может, что-то надо изменить в своем поведении или в своих действиях? Там какой-то возникает. Хорошо. Или телевизор. Да. Компьютер. Что это? Это может быть и компьютер. Это может быть источник информации, откуда она эту боль берет. Скорее всего, так. Проверим информацию. Или она ее там почти... Экран стоит просто. То есть он добавляет. Хорошо. Так. Нелли, мне кажется, вы получаете проблемы от того, что вы что-то не то смотрите. Если нам пока и приходит информация с экраном, то это обычно как источник информации передачи этой боли. Давай попробуем сейчас установить экран рядом с клеткой тюрьмой. Один, два, три, устанавливается экран, и тебе идет мыслеформа, имена, как этот экран связан с этой красной болью. Один, два, три. Все, что она смотрит, она на себя переносит. Применяет к себе. Нелли, мне кажется, мы нашли источник всех ваших страданий. Есть такая черта у людей, когда кого-то расстреливают, человек пытается почувствовать, как эта пуля входит в его тело. Это очень опасное занятие. Вам ни в коем случае нельзя пропускать такие вещи, потому что вы смотрите, судя по всему, очень негативные вещи. Вам нельзя такое смотреть. Поэтому к вам и приходят... Они, может, не негативные, но для нее они... Она импант, наверное. То есть она принимает все близко к сердцу и на себя представляет. Абсолютно верно. Эта проблема знакома. Мы уже встречали таких людей, эмпатов. Вот. Это все лежит в ваших руках. Или научитесь с этой информацией, с этими энергиями работать. Или перестаньте смотреть эти вещи, которые вы применяете на себя. Иначе это и будет бесконечная история. Вы должны обязательно изменить свое поведение, свои мысли, ход своих мыслей, свои действия. Иначе мы будем постоянно возвращаться к этому пункту, Нелли. У вас квартира... Вот этот вот красный, вот этот, он, знаешь, это мозг. Как мозг, он такой воспаленный, красный. Пульсирующий. Хорошо, Нелли. Мы сейчас вам показали наглядно, что в вашей квартире ничего нет. Кроме вашей негативной энергии. Ну и этого дракона, который заскочил, кстати, на свою чистоту. Забегают они в таких случаях, когда вы испытываете страх, когда вы смотрите вот такие вещи по телевизору, пропуская их через себя. Происходит всплеск энергии. И они это видят. И вот они заходят. Если вы не умеете контролировать свои энергии и эмоции, то это вопрос времени, когда следующий пролетающий над вами паразит увидит вашу энергию и подселится к вам. Поэтому мы вам очень рекомендуем дальше все в ваших руках. Потому что мы вам показали, в вашей квартире сейчас ничего нет. И сидел у вас один дракон. То есть звезд... Он знаешь, как от экрана, как треугольник встал. То есть показывает, что вот экран, голова и сердце. Она все пропускает это. Через сердце и голову. Через мозг. Я вижу позитивный момент в этом сеансе. Наконец-то мы поняли причину страданий Нелли. Одну большую причину. Потому что остальные мы убрали. Как видишь, квартира защищена. Вот. Поэтому мы сейчас сделаем следующее. И рядом с этой клеткой появляется тонкая копия Нелли. Один, два, три. Здравствуйте. Отлично. И мы сейчас сделаем, попробуем во всяком случае, на счет три, начать реверс энергии. То есть Нелли забирает все чистые светлые энергии, которые она инвестировала в эту боль. А эта боль забирает весь негатив, который сейчас может находиться в ее биополе. На счет три. Один, два, три. Начинается реверс. Каждый забирает боль, забирает красное. Сейчас все выходит из Нелли и летит в этот шар красный. Красный шар отдает моментально светлые и чистые энергии, которые были вложены в эти чувства. Но оно как-то не получается, потому что это добровольно было вложено. Добровольно вложено. Хорошо. Ладно, тогда она остается только единственное. Мы ничего не смогли достать. Там тогда будем уничтожать. Иначе мы ничего с этим сделать не можем. Открывается под этим красным шаром портал в галактическое ядро. Один, два, три. И он улетает до последнего микрона. Забирает все с собой на этой частоте. Готово. Я даю команду. И значит, три. И с каждого угла, с каждой стены, с каждого потолка, с каждого пола этой квартиры начинают слетаться клетки тюрьмы все негативные частички боли, все деструктивные энергии, все энергии болезней, страха. Один, два, три. Начинает наматываться, формироваться в шар. Шар крутится быстро, наматывает все на себя. Большой шар. Ты знаешь, он не как шар, он как галактика плоский. Ничего себе. И открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И этот шар вместе с клеткой тюрьмой улетает в галактическое ядро. Один, два, три. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, ты где-то красное еще видела, или это было? Ну, это вот это и было. Вот это оно и было. Хорошо, квартира защищена, чистая. Защищена, давай пустим лучи какие-нибудь. И сейчас я по всему периметру этой квартиры, значит, три. Открываю поток абсолюта энергии любви отца. Один, два, три. Пошел поток. Сжигает все негативные энергии, все остаточные энергии. Энергии страха, болезни. Все негативное и патогенное, что может находиться в этой квартире, растворяется. Сила любви отца. Да будет так. А так есть. Просто там низкие вибрации не выживут после такого потока. После такого однозначно не выживут. Там будет как в хирургическое стерильность высшей ступени. Готово. Отлично. Выключаем поток. Хорошо. Отключаемся от квартиры. Перемещайся сейчас. Как в входной двери. Один, два, три. Я здесь. Хорошо. И я посчитаю от одного до трех. И ты возвращаешься в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте. До встречи. Играет музыка. Играет музыка. Спасибо.